Всем привет! В этом видео разберем два быстрых способа стилизовать видео под определенную текстуру. Поехали! У нас есть такое видео со спортсменами. Для этого типа стилизации очень хорошо подходит именно видео, где есть движение в кадре. Итак, для начала нам потребуется нода DevMap. Будем ее использовать не по прямому назначению. Подключаем и нам необходимо как раз вот эта карта. Далее, в зависимости от возможностей вашего компьютера и терпения, мы донастраиваем карту так примерно, чтобы подходил по образам. Меня устраивает, как выглядит данная карта. Единственное, что, конечно же, она достаточно сильно пригружает наш компьютер и сложно с этим работать. Поэтому мы используем ноду Saver. Нам нужно вывести непосредственно саму эту карту. Заходим в Saver. Вы выбираете папку, говорите название и сохраняете. Но ничего не происходит. Для того, чтобы у нас активизировался рендер, мы заходим во Fusion Render All Savers. И сейчас у нас начинается процесс вывода данной маски. Данный процесс мы пропустим. Итак, маска у нас выведена. Что нам нужно сделать? Мы убираем эти ноды, создаем новую ноду Loader. В ней указываем место, куда вы выгружали. Выбираем первый файл. И у нас подгружается наша маска. Мы создаем два мерджа. И непосредственно к мерджу из медиапула подключаем. У меня здесь загружена бумажная анимация. Это просто заанимированные. Последовательность кадров. И, допустим, какой-нибудь заголовок газеты. Подключаем к мерджу. Создаем сразу Bitmap. В Bitmap мы выбираем Luminance. И здесь при желании можно поджать. К MediaInn мы сразу можем создать Transform. И заанимировать параметр центра с помощью модификатора Shake. Убираем сглаженность. И, допустим, указываем. Также в MediaInn мы заходим и анимацию ставим Loop. Если, допустим, как у меня, она недостаточно долгая для вашего видео. Итак, первый этап есть. К следующему мерджу мы подключаем другую нашу анимацию. А в мердже сразу выбираем тип Wrap. Копируем Bitmap. К ней также подключаем маску. И здесь в Bitmap у нас будет Invert. Настраиваем MediaInn с помощью Color Correction. Убираем Saturation. Поднимаем Contrast, Gain. И здесь в мердже мы можем снизить прозрачность. Здесь мы Background точно так же можем заанимировать. Копируем ноду Transform. Заходим в модификатор Shake. Выбираем просто другой Random Seed. И, допустим, мы хотим создать выделение краев. Мы можем воспользоваться Edge Detect. Подключаем. Здесь выбираем Grayscale. Допустим, чуть-чуть убираем края. Делаем их тоньше. Выбираем цвет, к примеру, оранжевый. Подключаем к мерджу. При желании вы можете добавить ноду It's Glow. У кого ее нет, можете скачать в реакторе. Ее донастраиваем. В мердже тип наложения можно выбрать Normal и просто снизить Blend, либо выбрать Screen. После всего мы добавляем ноду как Stop Motion, которая позволяет создать эффект Stop Motion анимации. Для этого мы в настройках выбираем, ну, оставляем, допустим, пропускать 5 фреймов. И такая анимация у нас получается. Это первый способ стилизации видео. Следующий способ стилизации видео. Для этого нам потребуется False Color. Выбираем False Color. В настройках мы сразу убираем показывать значения. Нам это не нужно. Мы заходим в настройки тип креативный и выбираем 5 bands. Самый нижний цвет мы убираем полностью в черный. Второй цвет мы назначаем абсолютно красный канал. У нас будет следующий абсолютно голубой. Синий канал и зеленый канал. Здесь мы оставляем чисто белый канал. Допустим, распределение по каналам вы можете регулировать с помощью при процессе количество белого, уровня белого и черного, а также гаммы. Допустим, следующее мы загружаем несколько также текстур. Для этого будут использоваться вырезки из газет. Подключаем 3 ноды Merge и к ним, соответственно, подключаем наши текстуры. В настройках сразу Merge выбираем тип Wrap. Теперь нам необходимо создать маску. Выбираем Bitmap, подключаем к ней False Color и, соответственно, здесь мы выбираем только красный канал. Мы после этого Bitmap подключаем к Merge в качестве маски. Копируем этот Bitmap, также подключаем False Color. Здесь у нас будет цвет голубой. Копируем и у нас остался еще один канал. Это зеленый. Отлично, здесь, к примеру, нас цвет не устраивает. Подключаем Color Correction, убираем, допустим, вот этот. Мы захотим использовать как черно-белый, поэтому мы подключаем ноду Invert Color. Чисто черного не получилось, потому что он имел желтый оттенок, поэтому мы подключаем ноду Brightness and Contrast. Просто убираем насыщенность и теперь у нас получился такой черно-белый вариант. Также мы анимируем все три текстуры по положению с помощью ноды Transform, которому к центру подключаем модификатор Shape. Регулируя False Color, уровень черного или уровень белого, мы влияем непосредственно на нашу картинку. Если при желании мы можем еще добавить какой-нибудь стилизовать под определенный цвет. И для выделения краев также воспользуемся Edge Detect, к ней подключим False Color, выбираем Grade Scale, допустим, выбираем красный оттенок, выбираем настройки, какие нас устроят. И, к примеру, подключаем после мерджа, выбираем Screen и после всего мы добавляем ноду Stop Motion и вот такой быстрый эффект создания текстуры для вашего видео. Кому интересно знать о DaVinci Resolve больше, рекомендую сайт TimeSaver по ссылке ниже, каждый для себя может найти интересную информацию и дополнительный инструментарий, там вы тоже можете найти. В общем, рекомендуем, до новых встреч, пока-пока!